Самое лучшее солнце, самое лучшее небо – это над моим аулом, где я родился. Я родился в ауле Саачафыж в адыском мире, его знают как аул Саачафыж, а так и графический аул Урубский. В этом ауле родился в 1930 году и в 1947 году я уехал на учебу, но каждый год, каждый месяц, можно сказать, я возвращаюсь в аул. Часто бываю, там мои племянники живут, мы живем целым кварталом, несколько домов. И для меня этот аул – это аул, который, как я бы так сказал, мне две дороги, два пути. Первый путь – это который из аула вывел в большой мир, и второй, который мне когда-то должен вернуть меня в свой родной аул и там покоиться. Дело в том, что этот удивительный аул, каждый аул, конечно, для жителей своего имеет значительное место для каждого человека. Но для меня, как человек, который родился там, кроме того, что этот аул очень знаменит тем, что там очень интересные люди, как обычно в других аулах есть интересные. Но здесь, в моем ауле, что интересные люди, во-первых, там родился Мосс Шавбенов. А Мосс Хакарович Шавбенов был комиссаром по горским делам кубанского правительства в 18-е годы. Трагически он погиб за революцию, его памятник стоит в нашем ауле. Я горжусь, что я из этого аула. Кроме того, что из этого аула вышли очень многие интересные люди, люди, которые воспитали меня, учителя, в частности, интеллигенции. Воспитали, они меня учили в школе до 7-го класса, до поступления в педагогическое училище. Но в этом ауле два героя социалистического труда. Это редко, вот скажем, взять, хотя бы взять Адыгейскую республику нашу или Адыгейскую автономную область. У нас очень много в нашей республике героев социалистического труда. Но даже, я бы сказал, первым среди героев социалистического труда в Краснодарском крае был Али Делов, который в 43-м году, будучи машинистом, подвозил боеприпасы к фронту. И он получил это звание. Я и горжусь этим. Я хорошо сдал Алия. Он жил здесь, переехал в Байкопе. И, кстати, где жил он в доме, мы открыли памятную доску. И там я выступал и говорил о днем. Кроме этого, еще в нашем ауле есть герой социалистического труда. Это Берамов босс. Комбайдер. Потом он в колхозе работал. Хозяйственными делами занимался. Так что, кроме этого, в ауле очень много фронтовиков с большими орденами вернулись. Это люди, которые прославили наш аул. Поэтому для меня это родной аул. Это вот жизнь, она дала. Значит, дал мой аул. И поэтому я и верен по сегодняшнему дню, что и там спасибо губернатору Краснодарского края Кондратьеву Вениамину Ивановичу, который своим распоряжением поставлен там бюст мой в центре аула. Это говорит о том, что этот родной аул у меня, это, который воспитал, который первые жизненные опыты мне дал. Вот я так отношусь к моему родному аулу. Я благодарен своим учителям. Но когда я в третьем классе встретил учителя, вот еще и удивительно, в нашем ауле. Я должен об этом сказать. Этот учитель, его фамилия Пшунелов. Зовут его Исуф. Мы говорим, ну, адыгов по имя, по отчеству не говорят. Только у русских имя, отчество атакуют. Он преподавал. Но у нас судьба такая интересная была. До революции он учился в Египте. Аль-Захаре, так называется этот регулиозный. Кстати, я там выступал лет сорок тому назад. Когда был я в Каире, меня пригласили. И вот вернулся Шунелов Исуф. Молодым. Закончив этот регулиозный институт. А революция? Куда? В ФНД он не пошел. Мы тогда не знали. У нас в ауле был один-два. ФНД Мула. Но и ФНД был там, я тоже помню их. И он стал преподавать у нас в школе. Он преподавал и адгейскую литературу, и язык, и литературу. Преподавал географию выше пятого класса. Историю преподавал и все и прочее. И вот однажды он приучал нас. Он говорил, вот сегодня, в третьем классе я помню, вот сегодня у нас такой день солнечный. Вот вчера был пасмурный, там где-то ветер, эти облака. Может кто-нибудь из вас напишет что-то? И вот некоторые воспринимали, не понимали это. И задание давал он. Ну, я один раз попытался. Я вместе с друзьями идем, я посмотрел в небо и вижу облако. А мне показалось, что это у него такой вид коня. Я говорю, смотри, вы похожи на коня. А мне ребята, значит, Малаков Хасан, потом Анчоков Хазыр, они мои друзья были. Они говорят, ты что, уделя? Я говорю, да он смотри, как похож, все и прочее. Я сочинял там что-то, приносил ему. И он, значит, я одобривал. Вот так я впервые, он потихонечку во мне. И когда я стал писать, потом стали мои книги выходить, когда мне было 50 лет, тогда издали биографический такой обо мне сборник. Вот туда были и фотографии, я фотографии моего деда, моего отца, моей матери, моей бабушки, моих братьев. Я рядом с ними фотографию Пшуделова Юсуфа. Почему это я сделал? А потому что он вложил во мне. Он тоже учитель, но не только мне, очень многим он. Его и по сегодняшний день я помню. Потом я поступил в литературный институт. Это 51-м году. 53-й год, я помню, приехал в аул. Каникулы моя мама говорит, что вот что-то, говорит, очень болеет. Я говорю, проведай его. Я пошел, проведал. Последний раз я с ним виделся. И он лежал дома и чувствовал, что это последний его. Но он мне спросил, как ты. Я говорю, я учусь там-то, там-то, в литературную. Хотя литературную что-то писатели туда не выпускают. У меня в диплом, называется, есть литературный работник. Вот я знал, что, в общем, тебе что-то выйдет. Вот такие еще добрые слова сказал. И он через месяц... Вот так у меня вот такое отношение. Не только к нему одному, а те, которые у меня пытались что-то доброе, слово, что-то сказать, во мне что-то вложить, на какой-то добрый поступок этих людей, я и по сегодняшний день и благодарен им таким, как Исуп Шинел. Дело в том, что мой дядя, это, значит, по матери, Бак Хаджумарович Давнежев, фамилия моей матери Давнежевы, из рода Давнежевых, а у младших брата моего деда по матери, Махмуд Давнежев, они дружили в те времена, далекие до революции, Октябрьской революции, хотя сейчас говорят переворот там, меня это абсолютно не интересует, я знаю, что была советская власть, и советская власть сделала меня таким человеком, как есть, за что и благодарить. А вот до революции, до революции они дружили с Моссом Хакаровичем Шовгеновым. Я помню, у нас в доме были разговоры и деда, когда отец умер, мне было три года, и тогда дед Бак Хаджумарович Давнежев забрал у нас четверых детей, мальчиков к себе, и нас он воспитал. Хотя мой дед никогда не был, он членом партии, но его всегда в ауле называли, я очень хорошо помню, Баком Большевиком. Он был активист, активист, ну, утверждение советской власти, колхозного строительства, он очень хорошо знал адыгейский язык, и очень хорошо знал русский язык. Если где-то, где-то надо что-то выступить, или что-то сказать, или встретить гостя, и все, и прочее, первым его назвали. И он, я помню, даже в 41-м, когда началась в 41-м году Великое Отечество, война, за Уруппом у нас было, значит, Армавирское летнее училище. Я помню, как сегодня, когда война началась, и когда мы, мальчишки, воспитанные на кинофильмах от Чапаева, Щерца, Пархоменко, там все и прочее, когда услышали, что война, война, мы побежали через реку, и когда митинг состоялся, и вот я помню, как мой дед, Бак Аджумарович, выступал тогда, даже удивлялся я, но почему так он был, а потому что, значит, в 25-м году Махмуд Хажумарович Давнижев, младший брат моего деда, который воспитал меня, он был председателем Ревкомаула, первым, но он погиб в 25-м году, он был расстрелян, ну, как сказать, его расстреляли не просто за активное участие, и ты, понятно, строитель советской власти и все и прочее, ну, прочее. И вот, наверное, дедушка мой знал и боли, и радости своего младшего брата, и интересно еще, когда в Майкопе, когда моя мама же была жива, я часто, она ко мне приезжала, и однажды мне сказала так, а сынок говорит, покажи мне какую-нибудь тюрьму. Я говорю, ну, а зачем тебе? А он говорит, мы в 14-м или в 15-м году мы, говорит, со своим отцом, Баком Хажумаровичем, на подводе, а ей было тогда лет 14-15, как она рассказывает, мы приезжали, говорит, дядя мой, Махмуд Давнежев, был в тюрьме здесь. Я говорю, в Майкопе три тюрьмы. Я говорю, какой, откуда? Ну, говорит, покажи мне. Я стал показывать. И она вот в центре, сейчас, где существует она, и когда мы показывали, она говорит, вот здесь. Она, значит, подошла, вот здесь мы были, проведать, поезжали в 14-15-м году в Майкоп, из Аула в Майкоп. А ну, а в 25-м году, значит, погиб мой, так сказать, дядя. Я был воспитан, вот, в семье, в семье Бака Хажумаровича. Я рассказываю, у меня есть воспоминания, которые называются, а что там за горизонтом? Оно вышло на русском и на адыгейском языке. Я рассказываю об этом. Я воспитывался, в общем, в атмосфере отношений к советской власти. Действительно, советская власть дала малым народам. Если взять, скажем, конкретно об адыгах адыгейской автономной области или там республики, то после Кавказской войны, и вот, когда мы остались здесь в 20-е годы, после моста Шагена появился удивительный человек. Это Шахангири Умарович Хаккурате. Человек, который, я не знаю, встречались они или... Ну, Мосс Шагена еще в 90-е годы, в 900-е годы, он активно занимался революционной работой. Встречались они или нет? Но тогда вопрос стал об автономии, вот, которым в будущем году мы должны отмечать 100-летие адыгейской автономной области. Может, тогда осталось здесь, Северный Кавказ, вот на Северном Кавказе, то есть на Западном и Адыге, процентов 4. Остальные все были вынуждены выехать за пределами своих земель, там, и оказаться в Турции, из Турции по всему миру. Сейчас в 50 странах проживают адыги, но в основном проживают в Турции, в Ирдании, в Сирии и во многих странах. И вот когда осталось 3-4%, и тогда создали в 22-м году, 27-го, по-моему, июня или июля, создали адыгейско-черкесскую автономную область. Раньше называлось так. Потом после создания города Баталпашинск, тогда назывался не черкесской, черкесская автономная область, а у нас адыгейская автономная область. И вот тогда, почему я это говорю, потому что советская власть собрала нас и сказала, хотите, создайте свою государственность, школы открывайте, пишите, книги, учебники и все и прочее. Вот основа была заложена. Поэтому я отношусь к советской власти вот с таким, что благодаря ей мы выжили. И сейчас мы адыги мечтали всю свою жизнь. История такова, что у нашего народа они мечтали о государственности своей. Но есть народы, побольше нас намного, у которых даже в словаре нет государственности, такие, как, скажем адыгейскими, «Хараг, Краль». И вот эта мечта народа сбылась тогда еще. У нас появилась адыгейская автономная область, черкесская автономная область и Кабардино-Балкарская в 2006 году, как республика. Значит, в общем, мы не потерялись на этой земле. Мы по сегодняшней утверждаем и живем тремя республиками на Северном Кавказе. Адыгейская автономная область, Карачао-Черкесская и Кабардино-Балкарская республика. Вот такая история. Поэтому вот на ваш вопрос я отвечаю. Я всегда остаюсь верным, что нельзя забывать, надо просто уходящему где-то показывать кулак. вот такие, сякие, так не должно быть. Развивается жизнь, надо для того, чтобы вперед, дальше идти, надо иногда оглядываться назад, а что мы оставили, чтобы на уроках истории мы могли бы учить и дальше какое-то предвижение. Вот сейчас у нас республика. И когда советская власть, власть государственная власть дала нам право и сказал, пожалуйста, имейте свою государственность в виде автономной области. И вот тогда сказал, создавайте, пишите, газеты, издательства, органы политические и все и прочее. Естественно, это благодаря власти. И вы у нас удивительны, удивительно, если только взять литературу нашу одну, она очень интересная литература. Дело в том, что на Северном Кавказе первым лауреатом сталинской премии третьей степени еще в 1948 году получал тембот Кирашев. Мы заимели, вплоть до Дагестана нас не было, только Кирашев оценили за этот роман. Ну, правда, те времена, когда стояли у истоков нашей литературы, не только нашей, а дегейской, если взять, допустим, дагестанская литература, почему дагестанская? В Дагестане очень много литератур. Вот, ингушская, взять чеченская литература, взять, значит, карачаевская или балкарская литература, но тогда такого не было. У нас роман этот был оценен. Потом, через какое-то время, после этого появились в Дагестане Расул Гамдатов, считаю, это в мире признанный поэт, появился удивительный поэт Алим Кишоков, появился у балкарцев Кайсын Кулиев. С этими людьми я дружил. Я помоложе был, лет на 10, на 11, 12, я сейчас не могу сказать, но с этими писателями я дружил. И даже в какой-то степени моим учителем был Алим Кишоков. Его знаменитый Путь Всадника, сборник стихов. В 47-м году я впервые прочитал на кабардинском диалекте. Я очень хорошо знаю диалект кабардинский, черкесский, беснеевский. Почему? Потому что моя бабушка, моя мать и мама, она из Бесне, аулы из Карачавы, Черкесии. И сколько она воспитывала нас, значит, внуков своих, она говорила на бесснеевском кабардинском диалекте. И поэтому я в совершенстве разговариваю на бесснеевском, на кабардинском. И вот когда прочитал его стихи, я был удивлен. Это даже в какой-то степени я эту книгу в библиотеке я поменял, даже выпросил. Можно сказать, сперва я хотел даже совсем к себе, а потом все-таки когда увидели, что я часто беру эту книгу, тогда я взамен и по сегодняшний день этот путь всадника Алима Кишокова у меня в доме. И поэтому они тоже моими учителями являются. Также являются моими учителями и те, которые когда я приехал сюда, переехал в 1948 году из черкесского педучилища, перевелся я. Когда я стал обращаться к писателям черкесским, такой был удивительный человек Абдулла Хохтов, когда я обратился, он говорит, а ты прочти мне, я прочитал стихи, он говорит, слушай, тебе не здесь не в педучилище в черкесском учиться, поезжай в Байкоп, на этом диалекте ты пишешь, я чувствую, у тебя что-то получится. Я перевелся в 1948 году, и тогда моими учителями стали многие писатели, которые сейчас нет в живых, я благодарен им. Вот такая наша литература, а потом появились и лауреаты, и Кишоков лауреат, и государственные премии России, Расул Гамзатов и СССР, и Ленинской премии, и РСФСР, Кайсын Кулиев тоже лауреат Ленинской премии, государственные премии, так что, а вот где-то в 60-е годы, в прошлом году я стал лауреатом сперва государственной премии РСФСР по поэзии, а через 10 лет моему роману «Дзюкозав» по-догейски, по-русски «Далекий гром», как нашу литературу и сегодня развивается, но совсем то, что было и сейчас, есть какие-то, это целые истории, можно рассказывать, я не буду выдаваться. К сожалению, единственное, что я могу сказать, что к литературе очень не такое отношение, как раньше было. Вы знаете, я попал в 51-м году в литературном институте, эта война закончилась всего еще 5 лет. В этом институте, это небольшой контингент учился, там с первого по пятый курс, там 5 лет учиться, всего 125 человек было. То есть на курсе у нас 25 человек. Первый курс столько, но там учились удивительные люди. Это в Шинелях, самые без погон, но фронтовики, такие, как, скажем, Бондарев, Гамзатов тоже учился, закончил Юлия Друнина, Николай Старшидов. Очень много, много людей, которые и я даже удивлялся. В сапогах еще, в Шинелях, в Галикфе они все учились. И я попал, ну, значит, мне было 21 год, еще 21 не было, я смотрел на них и учился. Все в основу преподаватели из университета. Тогда еще на Ленинском не было, а на Маховой это, ну, квартал 4 университет. Все преподаватели университета, литературы, истории, ну, там, экономики, они были у нас преподавателями. Это очень интересные люди. Потом, значит, у нас встречи были с писателями. Писатели, которые приходили, встречи у нас были с Чуковским, Сильвинским. Тогда Сильвинский до революции был, он чуть ли президент всех поэтов в свое время. Потом, значит, Симонов, Шолохов, ну, в общем, и национальных из республик часто. Неделю у нас встречи была. Я часто ходил. но самое главное, у нас был семинар. Каждый четверг мы не занимались бы семинаром. Вот я ходил в семинар драматургии, прозы, поэзии, потихонечку. Мне интересно было. Вот, скажем, мне интересно было Паустовского, допустим, слушать. Он вел, значит, у нас был кафедр творчества. Известный писатель Паустовский и ходил туда. Драматургии, поэзии, вот это все туда все докапливалось во мне. Потом потихонечку заканчивали фронтовики старшего поколения. И вот они оказались потом, вот дружба по сегодняшней, кто жив, и продолжается. Иногда созваниваемся. Со многим писатель бы встречались. Они говорили даже в институте, на семинарах, мы писать вас не сделаем, а просто расскажем наш опыт. Вот этот опыт, который рассказывали, да и преподаватели, такие вот Асмус, философ, университет, Дыник, это люди, которые, значит, Паустовский, люди, которые знали прошлое, они нам вкладывали. Архипов такой был удивительный человек, когда он, значит, лекции читал по литературе, он просто плакал. И мы тоже о добролюбове. Ну, вот все вкладывали в нас. Вот это и то, знаете, как, многие закончили литературные статьи, но не стали писателями, но стали известны очень многие, но некоторые журналисты стали, все и прочее. Вот такая история литературного института. Я уже был на втором, 51-м постепенно, на втором курсе и вдруг меня вызывают с лекции. Я говорю к ректор, приглашает лектор, думаю, что у меня лектор, ректор. Я как будто бы нормальный, образ жизни веду, никаких нарушений. Я закажу к нему, он говорит, ты знаешь Михалкова? Я говорю, нет. Как не знаешь? А у адыгов ГОСА, это говорит о том, что лично ты знаешь. Лично я не знаю, и поэтому я сказал, нет. А потом, когда он, как ты, я говорю, да ну я, его-то произведение, вот допустим, дядя Степа там, все-все. Я говорю, знаю, но лично я его не знаю. Он говорит, тогда подходит телефон и передает. Где? На, отвечай. Оказывается, Михалков Сергей Владимирович позвонил ему, чтобы узнать, кто я, что. Он позвал мне, он говорит, да. Это потом там телефон говорит, это ты, Машбаш, вот так, заикающим, таким. Я говорю, это, это, говорит, Михалков. Мы с Натальей Петровной тебя ждем дома. Ты знаешь улица Воровского? Ну, я сделал вид, что как будто вообще я Москву знаю, хотя не знаю. Я говорю, знаю. Это, говорит, напротив Союза Писателей СССР. Вот приходи, когда я говорю, сейчас мы ждем С Натальи Петровны, Кончаловская, ее жена. Вот. И я этому говорю, а как это, где эта улица? Он мне рассказывает, там вот так, я приезжаю напротив Союза Писателей СССР, с каждый этаж, на четвертый этаж поднимаю я, значит, и стоит, открывает Михалков. Ему тогда было 51, он 13-го года, если 54-й год, высокий, стройный. Вот мы встречались с ним, в общем-то, тоже приходил к нам. А он говорит, вот Наталья Петровна пришел, баш-баш. Ну, я, значит, и смотрю, там бегают этих два мальчика, Андрон старше, так, я сейчас не помню, но лет 10-20, этот Дикита, вот, они мне посадили, и чай, там, где-то, накормили, да, они говорят, вот почему тебя пригласили. в Союзе писателей, говорит, приемной комиссии мы ознакомились с твоими стихами, нам передали. И мы заинтересовались, а кто этот черкес, ады, решили с тобой познакомиться. и вот так они, значит, знакомство мне состоялось в этом доме. А прием в Союз писателей отсюда прислали, значит, меня здесь на месте, а там на утверждение приемное, но там тоже читали, там тоже тайным голосованием, все, они мне дали оба рекомендации, приложили к рекомендациям наших писателей, что такое-то, такое, где-то у меня эти рекомендации есть. И так меня, вот таким путем мы познакомились с этой семьей, и всю свою жизнь с 54-го года, пока жив был, всегда я встречался в год несколько раз. Даже он несколько раз сюда приезжал, и Наталья Петровна, у меня есть фотографии, удивительные фотографии, когда я мальчиком в 57-м году еще закончил в 56-м году я закончил, вот я сижу с ним, что-то он записывает, и все, если что-то во мне литературное, да еще чуть какое-то политическое что-то, он вложил в меня. Сергей Владимирович, квартиру я сделал благодаря моей копии, я пять книг уже имею, квартиры нет, дети, семья, вот, сделал он я потом, когда он был председателем Союза писателей России, Сопредседателем я, он меня, там несколько человек, сопредседателем, я по сегодняшний день являюсь сопредседателем Союза писателей России, потом стал Бондарев, тоже сопредседателем, мы с Бондарев дружили, потом, когда Сергей Владимирович стал председателем Союза писателей вместо СССР СНГ, то он меня своим заместителем, пока все, и когда он умер, мне позвонил Никита Сергеевич, тогда я как сегодня помню, это было днем, где-то час, в час, я не знаю, в машине я сидел за рулем, он сказал, отца нет, я машину поставил, полетел в Москву, мы его в храме Спасителя, значит, его, ну как, по-по-православному, я там выступил, потом мы его хоронили в этом Новодевичем кладбище, вот, но единственное, я не был открытия его памятника рядом с домом, его памятник сделали, но когда я бываю в Москве, то я иногда прихожу, какие-то там цветы положенные делаю, что, я благодарен этому человеку, он очень мне, многим беспил, я помню, 58-й год, создают Союз Писателей РСФСР, тогда не было Союз Писателей РСФСР, в 58-м году мы в Натчике поехали отсюда вдвоем в гостинице, значит, увидел, говорит, потом на следующий день он ведет выездной секретариат Союза Писателей РСФСР, и он мне говорит в перерыве выступишь, я говорю, как выступить, вообще я не готов таких, где, ну, цвет литературы, не только Северный Кавказ, а СССР и Россия, и он мне слово предоставляет, я выступаю, там, вот мы такие политического такого, писатель не должен быть совсем политиком, но писатель должен знать, что происходит в страде, в которой живет, в которой есть хлеб, и солнце, которое надо идти в небо, он должен знать это, вот это все, это Михалков. 5 октября 201 году, когда 30 лет тому назад я тогда был, ездил вместе с Освандовым Ильичем Жарибовым в Верховный Совет РСФСР, я никакого отношения не имел, я членом Верховного Совета СССР был, и когда был поставлен вопрос о том, что автономные области такие, как Адыгейская, Хакасская, Горно-Алтайская, там автономная область Карачаева, Черкесии, и, кстати, я в 89-м году в июле в большой газете Советской России целый полосу, я не стесняйтесь, доброты, так я назвал это, вот там я этот вопрос ставил, и вот когда, значит, у меня проект есть Адыгейская автономная республика, и когда мы туда, мы не прошли, не только мои, другие, а потом вот в общем политическая дальновидность Джаримова, он поднимается к этому Хазбулатову, Хазбулатову тогда Руслан Имранович ввел, он был тогда признатель Верховного Совета РСФСР, предложил республику Адыгея, и тогда на третьей мы прошли, и мы их оказывали, что значит, чтобы это не титульная республика Адыгейская, Карачаево-Черкесская, а просто республика Адыгея. Республика Адыгея, что это для всех народов, проживающих на национальной территории или там республики. Вот что поэтому национальный вопрос очень сложный вопрос. Я на съезде народных депутатов СССР в июне был избран членом Другого Совета СССР, но до этого я выступил вот с этой идеей, Дестесняйтесь Доброты на съезде. Потом я выступил в Верховном Совете СССР не раз. Вот называется Не стесняйтесь Доброты. Значит, это газета Советская Россия июль 89-й год. Вот здесь было заложено, не мной это было заложено, но тот лозг Бориса Николаевича, у меня своеобразное отношение к ним, я его очень хорошо сдал и не раз встречался с ним. До президентства он членом Верховного Совета СССР был, и я тоже рядом. У меня свое отношение к этому человеку. Он когда стал президентом страны, сказал, берите, сколько можете брать. Я говорю, почему должен быть один народ имеет республику, а другой народ имеет автономную область, а другой округ. Ну, естественно, раз так. Равноправие Конституции это у нас записано, это все. И я тогда вот на основе этой, я имею ввиду основу несисящей доброты, я выступил на съезде, то есть выступление. Потом в Верховном Совете, когда я стал членом Верховного Совета в июне 89-го года, я стал членом Верховного тоже выступил, потом напечатал вот это. Но здесь вот что, ну, здесь о национальных вопросах, там все, я говорю, да, вот автономные образования, входящие в состав краев РСФСР, первое время действительно нуждались в помощи развития экономики, культуры, воспитания собственных кадров. Но сегодня автономные образования, входящие в края, уже давно встали на ноги, накопили свой немалый опыт, политически, экономически, культурной жизни вырастили свои кадры. Мне думается, государственные образования, как именно являются автономные области, не должны входить в регионы, имеющие административно- территориально- краевой статус. И закон об автономных областях мог бы принимать только Верховный Совет СССР. Может быть, автономным областам пора дать статус автономной республики? Вот где. Я не говорю, что это я, услышали все, но такой был лозунг брошенный. Поэтому, когда здесь решался этот вопрос, очень сложный был. Мы стали заседать здесь в доме правительства утром, где-то часиков в 10, но толпа была, не толпа, народ был. Это то слово, конечно. Ну, среди них были разные, особенно молодежи, наверное, тысячи людей здесь стояли на площади, и каждый раз они требовали. Мне выступали и были такие депутаты, которые даже вплоть до того, что представители разных районов, ну, в основном не адыгейского населения, они говорят, будем выходить из автономной области. Я говорю, как, со своей землей что ли выходить? Землю что ли убрать? Вплоть до того, до такого. Потом, значит, все-таки каждый раз требовали. Я помню, даже вот показывали 15-минутный фильм, такой небольшой, день нашей республики, там я себе видел, был у нас такой очень известный человек, он такой общественный деятель, Шкалахов, Шкаляха Абу Адышесович. Вот мы с ними двоем три или четыре раза выходили навстречу на площади, успокаивали их, отребовали так, если еще через час, через какое-то время, мы зайдем и выбросим вас всех. Вот так настроено было в то время. И все-таки один оказался голос, который сказал, я буду голосовать тогда, когда будете называть республику Адгейской Советской Социалистической Республики. Сзади сидел, это был генерал Дорофеев, вот здесь он был командовал полком. Я говорю, вот Дорофеев, тогда значит стали голосовать, Дорофеев проголосовал и мы, а потом после этого естественно благодаря Николая Кондратенко, который очень хорошо знал, удивительный человек был, благодаря Джаримова, вот их куначество и все и прочее, мы очень мягко вышли из Краснодарского края. Потом я рассказывал Джаримов, я с ним ездил в Верховный Совет, пленарный заседатель Верховного Совета РСБСР и вот здесь как мы проходили. Не прошли мы когда Адыгейская Советская Социалистическая Республика и когда Джаримов предложил такое уже название Республики Республика Адыгея, с третьего захода проголосовали и так у нас Республика состоялась. Вот так происходило это. Очень сложно были моменты ну в крайнем случае основное люди депутаты многие и русское население они поддерживали русские депутаты не просто только желание адыгов а там с нами были и вот так. Вот когда мы вышли из зала уже так сказать решение принято Адыгейская Советская Социалистическая Республика вот как бывает в одночасье становится героем и вдруг я вижу домой иду в девятом часов на площадь вышли и эти горячие головы Адыге вот так схватили генерал Дорофеев подбрасывает и его говорит мы памятник вам кто-то тот я так посмотрел на него за то что дал один голос с названием Социалистической Республики становится Дорофеев кстати позавчера встречались филармония он рассказывал я смотрел тебя как подбрасывали мы памятник я говорю где памятник ну так в шутке вот так создавалась Республика даже интересно был такой случай это лет 40 назад может 35 лет назад я значит сел в Белореченске вот поезд в Москву и с собой оказался в купе очень симпатичный человек подполковник подполковник он мы с ним познакомились и начали кто по национальности я тогда сказал адыгейц и он мне говорит а я знаю адыгейцев и у меня было очень больно что меня хотя эти тоже адыгейцы это Хабаровский край я был адыгейцев я знаю это великолепный писатель у них даже один очень удивительный писатель он стал лауреатом государственной премии России кстати до меня вот меня покорожило что человек образованный вот так я смотрю оказывается не знает нас хотя вот я все ратую за советскую власть и все и прочее но путают адыгейцев в фадизе написал последний из УДГ это удивительный роман такой революционер тогда я я бы тогда ничего не сказал но под впечатлением через какое-то время написал я статью и как и так начинается как вот я рассказываю об купе познакомился и прочее и на печать адыгей в журнале в московском журнале молодая гвардия такие письма пошли мне почти мешок где меня осуждали где меня поддерживали и все но в основном в основном было да мы просто мы говорили о своих национальностях ну мы знаем Дагестан а в Дагестане аварцы кумыки лесгины таты этот даргинцы и все ну многие не знают Дагестан так Россия Россия многонациональная вот сегодня мы это почему называем мы говорим Россия тогда когда за пределами когда какие-то решаем глобальные мировые но у нас Российской Федерации вы знаете вот когда лет 10 больше даже тому назад я попал в делегацию тогда был президентом Российской Федерации Медведев и он в Китай дни литературы культуры я оказался среди шести писателей вот в Китае но потом мне доверили везти он уехал остались еще на неделю везде в земле в Китае у нас семинар был такой у меня был семинар о переводах книг с русского на китайский с русского на французский ну в общем трудности перевода и вот когда ну в то время в основном старшее поколение знало русский язык у нас были там вот когда я ввел семинар это профессора доктора которые учились у нас и там хорошо знают русский язык меня спрашивают ты кто по национальности я говорю адыгеец они это молчок другу переглянулись не знают что что это себе потом я понял потом я думаю ну-ка я сейчас я прочитал я перевел на русский язык очень известные в русской литературе произведения поэтические поэмы почему я сделал все книги мои вот все мои 20 романов которые я дописал они переведены на русский язык благодаря русскому языку они переведены на китайском французском английском турецком иностранном то есть арабском на многие языки перевели я благодарен русскому языку русской литературы я из кафтана русской литературы вышел я должен отблагодарить и вот я начало перевел значит Есенина Анна Снегину облако штанах Маяковского 12 блока всадник Пушкина значит Лермонтова многих вот так и слово о полку Игореве я тогда думаю я прочту на адыгейском языке слово о полку Игореве я ни слова не сказал когда я не могу я сейчас прочту да мне спрашивают читайте на своем языке что-нибудь я тогда значит я взял и прочитал вступление полку а один встает и говорит так это слово полку и говорит то есть ритмически и все хоть на мой язык я говорю вы поняли я говорю вот на этом языке пишу а потом а на своем я говорю ну на своем я хорошо если вы поймете вы не поймете это мой язык я говорю ну и так то есть они я говорю это я говорю ладгийское вы не знаете на черкесском языке я говорю черкесском вы знаете как вот не знаем один встает профессор говорит цинь у нас собиратель китайского государства у него охранники были черкесами о я говорю вот так я подумал впервые но хотя знал что мы народ очень интересный даже в моем историческом романе это Ивана Грозного Мария Темлюка называется у меня роман Адыги там я сделал значит эпиграф Адыги Черкесы очень талантлив народ говорит это 14-15 век который посещал нас он это говорит что очень интересный талант но не для своего государства если ты не трудишься если нет у тебя ну один раз кто-то может тебе но это так не так просто многим кажется ну вот его наградили там где-то что-то сотрудничество награждает при советской власти я имею очень большие ордена и при нынешней вот то что последние 30 лет вот я сейчас нынешние имею ордена кроме советских имею три ордена заслуга перед отечеством это не медаль некоторые путают медаль к ордену это четвертой степени это третьей степени и второй степени вот заслуги перед отечеством это потом вот это герой труда но герой труда мне давно это было еще когда мне под 60 было меня выдвинули отсюда и там прилежал вот под награни вот должны мне вручить уже готов я видел проект все и прочее и рухнуло советский союз и оказался нет потом в 13 году заново герой социатического тогда было социатического труда вот этот 13 года вот этот герой труда у меня 41 в стране дело в том что прошлое то что было решением верховного совета ссср уже не считается это прошлое но они видят что человек сделает что делает книги или писатель работаю пишу или просто я сижу ордена получил и нет такого не бывает получил награду и сидишь на этой то что да не делаешь ничего это ты должен делать все время если ты в состоянии если нет тогда спокойно и не надо кичиться о том что вот я то-то то-то я очень редко вот это одел я одел ради вот нашего интервью а так при празднике одеваю да вот был на филармонии дело так ну страна не обошла очень ко мне так склонно ну вот Путин мне вручал значит четвертый степь мне при Ельце я получал заслуги перед отечеством а третий второй мне Путин вручал и вот эту звезду героя труда тоже вручал а дело там происходит и тоже там подходил после вручения Путин подходит ко всем только небольшой фуршет и разговор ведется минут сорок дело вот в чем там было когда заминка была по поводу ты слушал это смотрел по поводу фамилии дело в том что Машбаш Ев это по паспорту то есть это арусизированная фамилия а так Машбаш Машбас но когда он начал ну где-то что-то с вами с вами там Машбаш и Ев как-то ну сразу увели это и когда мы начинал начал подошел совсем когда очередь дошла до меня он первым подошел и он говорит а я ведь вас знал как Машбаш вот разговор у нас идет он говорит вы же написали стихотворение самбо я говорю да 62 или 61 года написал самбо посвятили харлампиеву я говорю да я говорю кроме этого я говорю это зачинатель самбо харлампиев старичок он был здесь я говорю не только я посвятил я говорю он у меня грамоту чемпиона советского союза у меня есть вот вот говорит я даже говорит ваши стихи стал типа гибном сам когда соревнования мне приносят какие-то приглашения маечку какую-то там где-то происходит как челябинск или где-то что-то это кто-то сочнил песни там поют и знают это стихотворение вот так он этим очень такой снял вот это вот то что запитка фамилии ну я говорю да это всякое бывает я говорю моя фамилия Машбаши это означает сеятель я говорю хорошая фамилия ну так посвятится а потом я говорю спасибо вот я говорю за последние вот 30 лет ни один писатель не награжден герой труда не стал ни русских писателей представителей русских русской литературы ни другие там все и прочее ну я не знаю заслуга или нет но я то что а какой может так же многие пишут свои произведения и татарские писатели дагестанские иудбургские бабы что-то аберусские да я говорю ну спасибо но я там выступал там мне интересно было это просто экспромт был если ты слушал мои выступления это так сходу а я говорю спасибо что вы обратили к литературе небольшой литературы а дага черкесской литературы он говорит небольшой нет говорит как швач очень сложный мир в котором живем это очень хорошо говорили некоторые космонавты которые говорят настолько маленькая планета наша сверху надо посмотреть ну вот в этом мире очень сложном мире мы живем и вот когда я был членом верховного совета я занимался вопросом очень сложный вопрос такой типа подкомитет это туда входили туда ну как это вопросами крымских татар мискетинцев курдов ну люди которые гонимые или же там судьба так мискетинцы оказались среди азии значит крымской татары там и каждый приходилось с ними и всегда я думал что диалог должен быть между двумя людьми а не просто в своих произведениях я о кавказской войне написал шесть романов это конкретно кто не знает не знает я говорю это жернова это изгнание это значит чужие среди чужих это значит два пленника потом значит лазучек и все и прочее но я в своих романах это все происходило это история наша это боль наша я всегда говорю молодым вот которые приходят литературу берется что-то писать не зная боль не зная радости своего народа и прошлое и сегодняшнего вы не сможете писать но я в своих произведениях какая бы сложность была того времени особенно 19 век для нас для адыгов я никогда свой кинжал или там штык не показываю в крови и никому никогда я не говорю кулакова вы такие всякие вы виноваты в трагедии у каждого народа есть свои трагедии и у русского народа и у китайского народа у американских народов я не знаю у французов у кого нет есть это все но я просто писатель я должен если я не расскажу историю своего народа боль своей народа радости шелков не расскажет шелков рассказал свою донскую боль за что благодарны мы шелков пушкин показал там толстой и все и каждый он должен до этого и строится но но никогда кулак не надо пока нельзя обвинять того-то народа и тем более это происходило допустим 19-150 лет тому назад то что трагедия у адыгов черкес адыга черкесов нельзя никого обвинять в том что вот ты выпечу крути и скажи да мы вот тут вот вы ты вот ты мне зло сделал нельзя этого делать надо примирительно надо жить ну конечно конечно у каждого народа есть свои такие горячие головы это наверное у китайцев больше чем у русских у русских больше чем у адыгов по численно следить взять но в целом а ведь что у нас жизнь из чего состоит из добра и зла добро больше чем зла зло и поэтому мы продолжаем жить на этой планете